...заболевших коронавирусом... ...коронавирус зафиксирован во всех... ...терпине мою лопнуло! А это вам! Ну, наконец-то! Купи телевизор БиКью со скидкой. Промокод и ссылка в описании ролика. Друзья, всем привет! У нас сегодня с вами будет внезапный, внеплановый выпуск. В этом видеоролике я хочу рассказать, что Сбербанк в совокупности как банк, Который выкупило государство, и наше государство в целом, Такие черти по отношению к предпринимателям, По отношению к молодым семьям. Сегодня я вам расскажу свою невыдуманную историю. Присаживайтесь поудобнее, будет интересно. Этим видеороликом я хочу просто поделиться с вами, С людьми, рассказать, какое в жизни бывает огорчение. Все вам подробно, детально расскажу. Значит, смотрите, последние 4 года у меня все есть, все собрал. Последние 4 года я являюсь предпринимателем. 20-й год, сложный год для нашей страны. Я не закрылся, как это сделало огромное количество ИПшников по нашей стране. Мы его прожили, у меня есть налоговая декларация О всех моих доходах, я вам о ней расскажу чуть позже. На сегодняшний день мне 30 лет. Я женат, у меня есть ребенок, 7 месяцев. Мы проживаем в однокомнатной квартире 27,4 квадратных метра. Соответственно, я неоднократно рассказывал о том, Что я стараюсь улучшить свои жилищные условия. Я ищу квартиру, я хочу купить, я хочу расшириться. Абсолютно нормальное явление для абсолютно любой молодой семьи. Со стороны государства, как вы знаете, По телевизору, реклама от банков, куча предложений. Помощь молодым семьям. Берите ипотеки под сниженные ставки. Если покупаете на вас сроках, ставка будет еще ниже. В общем, приходите, берите. И многие люди в нашей стране этими услугами пользуются. Обязательно прямо сейчас подпишитесь на канал. Потому что в планах мне сделать отдельный, развернутый ролик. Где я вам расскажу, как вот раньше, допустим, Брали ипотеку под 11-12%. И люди сейчас думают, о, это какой грабительский процент был. А сегодня там 6, 7, 8% в среднем ставка. Вот гораздо ниже. Я вам расскажу, что это все. Я уж никогда не ругаюсь матом. Но вы меня извините, это все просто брехня. Вот хочется сказать по-другому. Ну, это все брехня. И я вам прям детально, с цифрами, все расскажу, покажу, как нас с вами дурят. Значит, что произошло? Последний год я искал квартиру. Постоянно залазил на одни и те же сайты. Циан, Авито. Циан, Авито. Ищешь свободные квартиры. То найду квартиру, прибегаю ее смотреть. Мне уже говорят, аванс внесен. Я думаю, ну как так-то? В общем, суть до дела, суть до дела. Я рассматривал только вторичку. Тут вылетает квартира в моем же доме. Я бегу туда просто с самого утра сломя голову. Прибегаю, смотрю. Она мне нравится. Я говорю, все, беру длинную историю, делаю короткую. Там было куча народу, желающих купить эту квартиру. Кое-как я отбился от них. Все, я проавансировался. У меня вот есть даже отдельно договор аванса. Да, ну согласие об авансе, что я эту квартиру забил под себя. Стоимость квартиры 11 миллионов рублей. У меня есть мат-капитал, который практически 500 тысяч рублей. Если быть точным, 466. Говорят, он проиндексирован 486. Суть не в этом. Вот полмиллиона мат-капитал. Я думаю, как покупать? Как пойти по покупке квартиры? Продать свою быстро. Может получиться, может не получиться. За это мы дойдем. Я решил пойти взять ипотеку. Думаю, пойду-ка я в Сбербанк, возьму сейчас ипотеку и пройду по ней. Прихожу в Сбербанк, милая девушка, к ней никаких вопросов нет. Я говорю, что нужно? Она говорит, блин, слушайте, а что у вас вообще там по ИП? Вот расскажите. Я ей достаю свою декларацию о доходах за 2020 год. Я буду рассказывать вам честно, как есть. За 2020 год через мое ИП прошло 8,5 миллионов рублей. Я заплатил налогов около 800-800, как правильно напишите в комментариях, тысяч рублей в виде налогов за 2020 год. Подчеркиваю об этом. Не закрылся, не стал никуда прятаться, оплатил исправно. Суммарный доход, как они высчитали в месяц, у меня получился около 628 тысяч рублей в один месяц. Они спрашивают, какой у вас первоначальный взнос. Первоначальный взнос, чтобы вы понимали, это минимум 15, чаще 20 процентов. Это вот плюс-минус такой первоначальный взнос у людей. И они берут на 20-30 лет. У меня же условия идут, я вношу 35 процентов первоначальный взнос и прошу дать мне ипотеку на 15 лет. Ну, естественно, я планировал досрочно закрыть, суть не в этом. Вот они идут, расчеты. Подаю заявки, название вот агента, до них мы сейчас дойдем чуть позже. Подаю заявки, декларации, все подтверждено здесь, в этом пакете. Все, здесь все корешки, что все это настоящее свидетельство. Моей регистрации, как индивидуальный предприниматель, все подал. Они все говорят, я спрашиваю, как нормально по документам? Все говорят, да идеально, что идите, ждите, так уже готовьтесь, там делать оценку квартиры. Ну вот, следующий шаг. Я выхожу, в течение дня мне приходит отказ. Отказ никто никак не объясняет. Когда я полез и уже начал просто ковыряться, я вспомнил свой же сюжет про то, как мы ездили в банки, подавали потребительские кредиты. В общем, суть в том, что предприниматели нахер никому не нужны абсолютно. Даже такие, как я, которые действуют не полгода, не год, а больше четырех уже лет. Даже такие, как я, которые прошли 2020 госпандемию. Друзья, отдельный акцент. Я ни в коем случае не плачусь, не жалуюсь никому. Я просто вам доношу информацию. Потому что кто-то скажет, 628 тысяч, да ты рыжий охренел. Откуда, как складывается доход, это отдельная история. Это отдельная история. Сам факт того, что это все документально подкреплено. Ты приходишь, дайте тебе просто хрен. Когда по телевизору поддержка малому бизнесу. Занимайтесь бизнесом, становитесь самозанятыми, платите налоги. Тут ты приходишь, мне дали процент повышенный в силу того, что я предприниматель. Так это должно было быть в районе 7,3, мне дают 8,2. Пожалуйста. А 8,2, когда такие суммы и такие сроки, это переплата, там плюс сразу миллион по процентам. Сразу миллион. Откуда и с чего складывается ипотека, напоминаю вам. Подпишитесь на канал, я обязательно об этом отдельно расскажу. Соответственно, вышел оттуда и просто охерел. Просто охерел, по-другому не сказать. Потому что так, чтобы Сбер государственный, по сути, банк, который вы знаете, выкупил государство. Тут эта поддержка, давайте, давайте. Я думал, буду образцовым показательным ипшником для статистики. Хрена тебе лысого. Если бы я был бы сотрудником или руководителем какого-нибудь отдела продаж в Литуале, в автомобильном каком-нибудь салоне, вполне возможно, чтобы мне, конечно, зарплаты, ибо официальные по справке 2НДФЛ, там, в 120 тысяч рублей, все бы дали. Но тут у меня доход в 5 раз, даже в 6 раз выше, чем нужно платить было по ипотеке. Расчет у меня был 70 тысяч на месяц. А минимальный доход должен был быть официально 95 тысяч рублей. Даже больше у меня тут доход получается. Соответственно, когда я вышел, я просто все это прекрасно понял, что ипшники нахер не нужны, налоги плати, за тобой следят, тотальный контроль конкретно, все налоги всегда уплачиваются. По-другому тут даже быть не может, вот этих схем их уже практически нет. Ну, по крайней мере, я в них не вникаю. У нас есть бухгалтер, все мы выплачиваем. Начали пробовать подавать заявку как физлицо, указывали доход уже более низкий, чтобы там не спугнуть банк. Просто иди в жопу. Начал звонить товарищам в другие банки, потому что я даже не предполагал, что меня пошлют нахер. Вот честное слово, я думал то, что ну все идеально, все классно, повышенный первоначальный взнос, все здорово. Хер тебе, не нужен ты никому, как вот это все агенты звонят. Давайте дальше переходить. Что делать? За квартиру я внес аванс, я очень сильно настроился на переезд. Соответственно, у меня вариант один. Либо искать деньги в долг, либо продавать вот эту квартиру. Что я сейчас и делаю. Друзья, в описании к ролику будет объявление о продаже моей однокомнатной квартиры. Я готов ее продать. За наличку для меня это идеально. Если у вас одобрена ипотека, если вы ищете куда вложить ваши деньги, пожалуйста, рассмотрите этот вариант. На будущее всем хочу сказать, если вдруг вы являетесь предпринимателем, руководителем, ну, собственником какого-то бизнеса, самозанятым, и вы вдруг, вот у вас внезапно появится нужда, или вы уже знаете, что в дальнейшем вам нужна будет ипотека, сразу вам стоит от меня. Вы как предприниматели никому не нужны, соответственно, продумайте сразу план B в виде, что вы куда-то устроились, у вас есть трудовая книжка, у вас есть справка 2 НДФЛ, вы можете зарабатывать 300, 400, 500 тысяч рублей. Вам нужно 150 тысяч, чтобы у вас была справочка. Все, вот это банку будет достаточно. А когда ты вот зарабатываешь, ну, ты в зоне риска, потому что закрываются люди, пошел в жопу. Хотя у них квартира остается в залоге. Я вношу первоначальную зону, если что-то у меня не получилось, они меня просто вышвырнут из нее и продают эту хату. Ну, это типа, зачем нам это надо? Нам надо, чтобы ты плутил. А я был готов плутить, что как, это будет отдельная история, потому что я начал уже все снимать, как вы видите по кадрам. А мы с вами перемещаемся в 16 января 2021 года. И сегодня решается наша судьба. В плане чего паспорт и 50 тысяч. Ребята, я готов делать аванс. Про нашу однокомнатную квартиру мы снимали отдельный сюжет. Ссылочку я оставлю в описании. Вы можете посмотреть, какую планировку мы сделали. Все мы там детально рассказывали. На тот момент у нас не было ребенка, мы проживали вдвоем. Мы на кадрах, там довольно-таки уютная атмосфера. Многим из вас понравилось. На данный момент понедельник, 18 января. Пришли документы мне с офиса моей по ИП. Здесь налоговая декларация. В общем, все то, что попросили в банке. Я сегодня утром уже зашел. На всякий случай уточнил там по ИП. Лучше подаваться, лучше как физлицу. В общем, в моем случае идем как ИП. Соответственно, иду, все, несу все документы. Иду. 11 миллионов стоит квартира. Первоначальный взнос будет 3-4 миллиона. И вот 7-8 миллионов в долг. На 20 лет. Ну, я решил, в общем, на 15 лет. В общем, в этом ролике вы всю информацию актуально узнаете. Вот я просто охерею, если меня просто-напросто не одобрят. У меня по декларации оборот за год примерно 8,5 миллионов рублей. Вот за последний. Соответственно, если мне сейчас еще не скажут, что нет, вам не одобрено, я просто охренею. Потому что, блин, вот думал, что все хорошо получится. Но нет. У меня аванс до края 16 февраля. То есть до 16 февраля я должен сделку совершить. Либо же мне в лучшем случае вернут аванс. В худшем случае скажут, пошел в жопу. Я пойму людей. Потому что за квартиру я там бил в грудь, потому что я первый. И она будет только моя. Суть в чем. Если вы рассматриваете покупку недвижимости. Если у вас есть какие-то свободные деньги. И вы просто думаете, куда их залить. Вот объект. Вливайте. Я буду жить в этом же доме. Если вы будете сдавать, я буду присматривать за вашей квартирой. Где бы вы ни были. Пришел, спустился в контроль. Договоримся. Документально. Не вот так вот, а документально. Все подпишем. Все те, кто захотят зайти, увидят, скажут. Типа, чего такая цена? Да пошел ты в жопу. Ребята, даже просто не тратите свое время и нервы. Если вы не хотите покупать, просто даже не переходите по ссылке. Те, кто хотят, звоните. Мы с вами будем договориться. Обоснование этой цене есть. Я про это вам все детально расскажу. Сам факт того, что как только у меня сложится квартирный вопрос. Следующим шагом я буду думать, как плавно соскочить с этих ИПшников. И пошло все в жопу. Налоги, че, как. Пошло все в жопу. Я буду просто физ лицом. Я просто буду вот такой пташкой летать. Что-то кому-то платить, поддержка малому бизнесу. Где она? Где она? Идет все в жопу вместе со мной. Поэтому, ребята, будьте бдительны. И знайте, что какие бы тяжелые времена не были, как бы нам по телевизору там не обещали. Физ лицам, у кого концы с концами, кто люди сводит. Им почему-то кредиты дают. У меня хороший доход. У меня сейчас плюс-минус. Пу-пу-пу, все хорошо. Я плыву. Плыву на лодке. Пошел в жопу. Это для меня было такое разочарование. Более того, вы поймите правильно. Я такой же человек, как и вы. И я просто предвижу наперед комментарии серии. Вот так тебе и надо. Правильно сделали. Вы поймите. Такая ситуация может произойти абсолютно с любым из вас. Что такое мат-капитал, как это работает, я вам тоже потом отдельно расскажу. Поэтому подписывайтесь обязательно на канал. В общем, вот такой внезапный выпуск. Я думал то, что я сейчас уже готовил материал. Ребята, покупаем квартиру. Как это все проходит. Начал снимать, как подавать правильно документы. Подал. Все правильно. Но хер тебе. Я просто в шоке. Суть. Ипотеку я больше не рассматриваю. Мне нужно продать эту квартиру и купить новую за наличку. Жду твоего звонка.